В начале заседания глава района высказал претензию в адрес компании «Теплоград», которая не своевременно доложила о возникшей аварии на теплоносителе. Почему орган власти, который отвечает за всю территорию, узнает о том, что эта протечка образовалась только вчера? Мало того, что в издевательской форме присылают мне на электронную почту. Вы бы еще по мессендеру и в Инстаграм бы отправили. Подобное сокрытие ситуации могло бы привести к непоправимым последствиям, сказал Олег Хромов. На заседании был утвержден штаб по ликвидации аварии и составлен план действий. Председателем штаба назначен заместитель главы района Александр Кузнецов. Работы запланированы на завтрашний день. В 8 часов утра начнутся работы, будет отключено подача тепла. В домах не будет тепла и горячей воды. С 8 часов максимум до 20 часов вечера. В этот день к микрорайону Новодрожжино будет повышенное внимание со стороны всех основных жизненно важных структур. Будет дежурить скорая медицинская помощь, сотрудники полиции, МЧС. Социальные работники будут находиться рядом со своими подопечными. Создадут пункты питания и обогрева. Уже сегодня по квартирной обойдут все дома и вручат жильцам объявления о предстоящих работах. Сколько вы сможете обойти, возьмете еще пехоту, молодежь, у нас она есть, всегда под ружьем, для того, чтобы обойти и разъяснить людям, куда они могут пойти, чтобы каждому человеку дали памятку, что в случае, если он хочет обогреться, приготовить, куда он может пойти, где его будет ждать этот автобус, который его бесплатно довезет до места временного размещения, если чрезвычайная ситуация возникнет. Но главная задача не допустить чрезвычайной ситуации и аварийные работы закончить в один день. Задача непростая, но учитывая, что в микрорайоне проживает порядка 8 тысяч жителей, необходимо приложить все усилия. Пока она аварийная, но если она перейдет в чрезвычайную, естественно, все это дело мы охватили, охватили пункты приема, где можно будет обогреть жителей, накормить на всякий случай. Будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что все будет устранено вовремя, и, скажем так, пока люди будут на работе, для них будет незаметно. А на пятницу, 13 января, запланирован второй этап ликвидации аварий уже в микрорайоне Дрожжино-2. Татьяна Брылова, Владимир Андрианов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Мы каждый день будем сообщать о ходе устранения аварии. Следите за нашими выпусками.